Аббас Джума Специальный корреспондент Рия Фан Развод Великобритании с Европой Насколько сильную политику может показать Борис Джонсон? Ну что, дорогие друзья, в удивительное время мы живем Шуты становятся королями Вот задал тренд Дональд Трамп, потом Зеленский, вот сейчас Борис Джонсон Хотя, в отличие от предыдущих персонажей, все-таки Борис Джонсон, он же Александр, да, Борис Джонсон Гораздо интереснее, он аристократ, у него блестящее образование О чем было не раз сказано многими журналистами, экспертами, всякими политологами Самое главное, что у Бориса Джонсона есть богатый политический бэкграунд Политический опыт, в отличие от тех же Трампа и Зеленского И к нему можно относиться как угодно Я понимаю, вот эта вот оболочка шутовская, вот эти ужинки, постоянные эксцентричные выходки Вот эти нелепости, которые допускает Борис Джонсон, да, это все, как мне кажется, очень грамотно выстроенная ширма Вот, действительно, оболочка, причем, которую он выстраивает, как мне кажется, всю жизнь Он всегда был нелюбим, над ним всегда смеялись С юношеских, да, вот лет, там, в учебных заведениях, где он обучал, в элитных, да, учебных заведениях Он был недостаточно англичанин, да, он был недостаточно нормален Он был недостаточно красив, хотя очень обаятелен, как мне кажется, да, и привлекательен так вот, как персонаж, как оратор, да И вот он, как мне кажется, решил свою вот эту нелепость, неказистость, да, превратить в оружие В такую стену, пуленепробиваемую, которая до сих пор приносит ему политические очки, да Что скрывается за оболочкой шута, да Эгоист, крайне нестандартный, при этом очень трезво мыслящий, да, холодный человек, беспринципный Он изменяет, да, в том числе и в личной жизни Он меняет позиции, как обувь, да, как кроссовки И умеет переобуваться на лету, что называется, да Он, как вот этот вот человек-резинка, да, из фантастической четверки, из этих комиксов Может гнуться в любую сторону и растягиваться как угодно, да И когда меня спрашивают, да, там, а вот что, как будет с Россией, да, там Что будет с Россией теперь, как российско-британские отношения будут развиваться Я развожу руками, я говорю, ребят, я не знаю Потому что от этого человека можно ожидать чего угодно Но пока что ничто не предвещает потепление, да В связи с той риторикой, которая, вот, пожалуйста, началась во время общеизвестной истории со Скрипалями, да Когда Борис Джонсон занял однозначную позицию, хотя и популистскую, да В отношении России Тем не менее, да, на протяжении вот его политической карьеры Он то был яростным русофилом, да, который обращался к русским по-русски Значит, читал Достоевского, да, там, значит, апеллировал к своему имени Всячески подчеркивал, что он, там, главный русофил в мире и так далее, да То он, там, нас чуть ли не фашистской Германией называет Всех собак на нас спускает Ну, что-нибудь произойдет, и он снова заговорит по-русски И даже, наверное, спляшет какой-нибудь, значит, русский народный танец вместе с Марией Захаровой Почему бы и нет, в принципе, это тоже возможно Вот, другое дело, это Брексит, да Это какие-то действительно серьезные шаги Брексит, это крайне сложная вещь, крайне сложный процесс, который угрожает сегодня Великобритании И вот эта вот популистская позиция вкупе с образом юродивого, которые позволяли ему, значит, делать что угодно Говорить что угодно, оскорблять, кидаться, прошу прощения, какашками, да, там, как обезьяна на ветке И не получать ответку, да, что называется В данном случае тут нужны какие-то определенные шаги Тут нужны решения Тут нужна сильная политика, на которую не способна Мэй Да, ее изначально называли там «железной леди» и вспоминали о Маргарет Тэтчер Но мы видели, да, что это пустота, да, звенящая, которая, ну, вообще ни о чем, ни про что Она ничего не смогла, ничего не выполнила за годы управления страной Вот как будет сейчас вести себя Борис Джонсон? Он, конечно, говорит о жестком выходе, да, из Евросоюза Мол, в назначенный срок, несмотря на то, будут ли соглашения, там, не будет соглашения этого Он все равно выйдет, но позволит ли ему? Все-таки и есть палата общин, и есть те, кто не согласен с Борисом Джонсоном Я повторяю, его не все любят, мягко говоря, да И есть целый ряд политиков, есть группа депутатов, которые против выхода из Евросоюза Против жесткого Брекста, да, то есть без соглашения Они могут вполне объединиться с оппозицией, которая вообще против Брекста как такового И что из этого тогда получится потом? А чем обернется жесткий Брексит для Великобритании? Станет ли это триумфом Джонсона или наоборот падением, да, гибелью его как политика, да Потому что это же колоссальный урон по британской экономике Вот как он с этим будет справляться? Понимаете, вот так вот на отстань, что называется, да Как-то отшутиться, мне кажется, в этот раз не получится Там взъерошить свою шикарную шевелюру, да, сделать ненормальными свои глаза, как-нибудь их выпучить, да Там покрыться красными пятнами и издать какой-нибудь неприличный звук, да, в микрофон Это, к сожалению, недостаточно для того, чтобы разрешить вот такую, казалось бы, уже вообще неразрешимую проблему Евросоюз, по-моему, свое слово сказала Там не настроены больше на какие-то изменения, перемены в соглашении и так далее Слово за Борисом Джонсоном Еще сейчас пошли вот эти вот отставки и увольнения Как будет, собственно говоря, перекраиваться власть в Великобритании Тоже вопрос, да, к специалистам уж точно не ко мне Но вот я этого человека опасаюсь Я не считаю, что он совсем уж таки дурачок, да Да, там шут, но шут это же не означает дурак Это выверенный человек Но, как мне кажется, привыкший всегда действовать вот так А вот сейчас Британия встала на развилке, да То есть и неправильное решение, неправильный выбор может аукнуться всему народу очень серьезно И просто могут пострадать люди Действительно, сам Борис Джонсон признавал, что Черчилль это его кумир Он пытается копировать манеру речи, жесты, да, там, поведение Черчилль тоже мог вернуть какое-нибудь словцо остренькое Он тоже был таким эпатажным политиком И так же, как и Борис Джонсон, Черчилль встал перед серьезными политическими задачами Перед угрозами Он с ними справился Справится ли Борис Джонсон, да Пойдет ли он по пути Черчилля до конца Сможет ли он проявить такую же силу духа, как и Черчилль Сможет ли он заручиться поддержкой, да, там, элит Не все его любят, повторяю, да Сможет ли он заручиться поддержкой депутатов и тех сил, которые на сегодняшний день ему всячески сопротивляются Посмотрим Я, чтобы не быть голословным, приведу пример вот относительно Бориса Джонсона Да, одно дело говорить, другое дело делать Он ведь занимал пост министра иностранных дел Но вот никому, кроме Трампа, он по душе не пришелся Ничего такого экстраординарного, никаких, значит, сдвигов, да, какого-то прогресса мы не наблюдали Его называют, там, худшим министром иностранных дел, да, там, за всю историю страны То есть, вот, а тут еще больше, да, еще круче должности Как он проявит себя в рамках этой должности, большой вопрос То есть, в отличие там от Трампа и Зеленского, о которых я уже упоминал, да, вот в начале своего монолога У Бориса Джонсона все-таки есть политическое прошлое И мы на примере этого прошлого можем, значит, делать какие-то выводы и рисовать какие-нибудь портреты, да, пусть это будет набросок, пусть это будет очень схематично, но тем не менее И вот пока что этот портрет, ну, такой страшноватый, да, то есть, я не сказал бы, что Джонсон человек слова Да, человек дела, точнее, он человек слова, слова эксцентричного, слова яркого Он необычный, он позитивный иногда бывает, да, он креативный Может быть, это и хорошо, может быть, действительно, такие нестандартные проблемы требуют нестандартных решений со стороны нестандартных политиков Сегодня таков тренд, понимаете, люди устали от вот этой вот кабинетной серости, от вот этих вот постоянных популистских вот в стиле Мэй, понимаете, заявлений, которые ни к чему не ведут Когда ты можешь заранее, приходя на какое-нибудь там мероприятие, да, где выступают эти люди, сказать, о чем они будут говорить То есть, от этого устали, Джонсон не такой, как и Трамп не такой, да, я думаю, и на Украине Зеленского выбрали именно по той же самой причине Но посмотрите, а что сделал принципиально нового Трамп? Ну, во всяком случае, если мы сейчас говорим о международной, да, повестке По-моему, только зло, только, значит, угрозы, да, значит, мир в шаге от очередной войны с Ираном Во всяком случае, вот сейчас об этом все наперебой твердят С Россией ухудшение отношений, с Европой ухудшение отношений Со всеми перессорился, да, кто-то мне там скажет, что произошли позитивные сдвиги внутри страны Но вот мы сейчас говорим именно о внешнеполитической повестке Поэтому как будут развиваться события в отношении России, в отношении Европы, у Великобритании, я не знаю Я вместе с вами буду пристально за этим наблюдать Статья в немецкой Вельд о российской угрозе Россия наступает или защищается? Значит, статью я эту прочитал, хоть и наискосок, каюсь не полностью Но ничего нового я там не увидел Все то же самое, риторика обыкновенная И вот эта русофобская, значит, повестка дня Мы к ней все привыкли Что Российской империи всех пугали Что Советским Союзом всех пугали Что теперь России всех пугают Путинская Россия, как они привыкли говорить Россия при Путине, то есть современной России Очевидно, что Ельцинская Россия была не страшная, а смешная Помните, как Клинтон ржал? Вот это видео сейчас очень популярно в интернете А вот Путинской России всех пугают в Европе Но это страшилки, надо понимать И первая аналогия, которая приходит мне Я думаю, не только мне в голову Это вот этот популизм Адольфа Алоизовича Гитлера Относительно коммунистов Ведь он тоже всех коммунистами пугал И, значит, под этой эгидой проводил милитаризацию своей внешней политики Вот сейчас абсолютно то же самое происходит Казалось бы, да? Россия это суверенная страна То, что Россия намерена себя оборонять То, что Россия намерена модернизировать Значит, свой ВПК А что в этом такого? Простите, никаких блоков типа НАТО не существует с нашей стороны При этом НАТО, которое должно было распасться, раствориться, уйти в небытие Крепнет, расширяется, подступает А кто вышел, кто свел на нет DRSMD? Ну, США об этом не говорится Ведь мы лишь ответили на агрессию Мы вышли в ответ Мы ничего первыми как бы не делали Как в детском саду, да? Он первый начал Вот простите, к сожалению, вот такой детский сад на сегодняшний день Мы постоянно Как, кстати, и Иран Вот я в предыдущих выпусках тут на Политраше Постоянно говорил за Иран, да? Вместо иранцев Я вот советую вам сюда какого-нибудь иранца пригласить Чтобы иранец порассуждал о будущем, настоящем и прошлом своей страны Вот как бы мы сегодня в таком же положении, как и иранцы Мы постоянно вынуждены отвечать Мы постоянно вынуждены оправдываться И при этом мы еще и виноваты Понимаете? То есть мы, значит, отвечаем зеркально На агрессивные шаги со стороны Соединенных Штатов Америки И при этом мы хотим войны Ну, по-моему, все было четко и ясно сказано Мы будем себя защищать Мы будем действительно стремиться к паритету На сегодняшний день есть такая угроза, как НАТО Вот не будет НАТО Ну и может быть и наши ракеты куда-нибудь денутся Но пока есть НАТО, вот эта сила, превосходящая нас Во всяком случае, с точки зрения вооружения, финансов и прочего У нас есть ядерное оружие, действительно Которое нужно не для того, чтобы бабахнуть Ну, кто же просто так пуляет ядерными ракетами? Которое нужно как гарант того, что нас не тронут Я говорю очень банальные вещи, которые все вроде понимают И сейчас наверняка будет масса комментариев, мол, мы это и так все знаем Мы это и так все слышали Много аналитики диванной и прочего Но, ребят, если это все понятно, если это все на поверхности Почему же в авторитетнейшем издании появляется такая чушь Которую выдают за серьезную аналитику Которую пугают, в прямом смысле слова, пугают европейских политиков И пользуются абсолютно гитлеровской популистской риторикой Даже вот это, я там прочитал То, что вот Германия, это будет такой ключевой игрок в этом конфликте Но Гитлер тоже самое говорил Вот Германия, это значит плацдарм и так далее и тому подобное И так же, как и в гитлеровской Германии говорили Что фюрер защищает право А так же и сейчас они говорят, что вот мы защищаем право Мы защищаем право там на оборону, от агрессора и так далее А по факту оно же совсем наоборот все Почему арабский блогер признается в любви к Израилю? Объясню, объясню Значит, на сегодняшний день между Саудовской Аравией и Израилем Нет дипломатических отношений Официально они как бы враждуют И вот в этом арабо-израильском конфликте Саудовская Аравия соответственно за Палестину Ну, де юре во всяком случае За арабов, против сионизма, против оккупации Значит, евреями, палестинских земель и так далее и тому подобное Но де факто арабы на сегодняшний день Как бы все шире и шире открывают свои двери для Израиля И Израиль отвечает им взаимностью И, значит, те не брезгуют ездить в Израиль Договариваться о чем-то Общаться, встречаться Все чаще я слышу о делегациях из разных арабских стран Которые посещают Израиль, общаются с первыми лицами Да, там на высшем уровне проходят встречи В качестве основного аргумента Значит, звучит общий враг якобы Да, вот Иран общий враг Иран угрожает арабам Соответственно Враг моего врага, мой враг Можно так перефразировать Да, и на этом фоне мы должны Ну, если не сдружиться То хотя бы наладить какой-то диалог В случае войны Чтобы мы могли как-то кооперироваться И так далее И тому подобное Это вот то, что звучит официально Да Конкретно по этому блогеру Значит, то, что сделал он Даже для современного арабского мира Да, который находится вот в таком контексте Потепления отношений, да С Израилем Это все равно резко и дерзко То, как он выражает свою позицию Выдавая ее чуть ли не за официальную позицию Эр-Рияда Ну, это серьезно И, по-моему, уже он получил свое Приехав в старый город Иерусалима Его там встретили местные палестинцы В кавычках «тепло», да Начали кидаться в него пластмассовыми стульями Поливаться ему там в лицо Обзываться и так далее, да Он, значит, что называется ссаными тряпками Был изгнан из этого места Правда, после этого, как сообщают арабские СМИ Нескольких палестинцев выгнали из мечети Аль-Акса Им запретили в течение нескольких недель Представляете, до какого уровня дошел абсурд Им запретили в течение нескольких недель Приближаться к этой мечети Якобы за нападение на гражданина Саудовской Аравии Но нападение действительно было Это не вранье, и это все зафиксировано на камеру В него действительно швырялись там, чем только не швырялись Плевали, обзывали его По той причине, что человек приехал туда по приглашению Израиля О чем это говорит? Это говорит о том, что он не просто выражает симпатии Или вот как сейчас современные арабские дипломаты и политики Пытаются говорить, что мы там не то чтобы за Израиль Мы там против войны, мы против убийств Мы за мир, мы за стабильность в регионе То есть пытаются как-то острые углы обойти А этот блогер прямо на пролом говорит Я люблю Израиль, я изучаю иврит Я слушаю лекции раввинов ортодоксальных Мне очень симпатична элита Израиля Я готов с ними встречаться Я приглашаю вас всех То есть говорит за всю Саудовскую Аравию Приезжайте к нам, мы вас ждем То есть понятно, да? В арабском мире это вызвало бурю эмоций Он надавил в данном случае на очень острую проблему На очень больную точку Это Иерусалим Ладно, если бы он там, как я уже сказал Как политики там или дипломаты Как-то обтекаемо в общем и целом Да, там приближался к Израилю Там с какого-то черного хода А он прямо приехал в Иерусалим По израильской визе Тем самым сказав, что да, я признаю Иерусалим израильской территории Я на стороне Израиля в этом споре Да, и мне симпатичен Израиль Мне сложно сказать Это официальная позиция Эр-Рияда Это таким образом через этого блогера Саудовская Аравия заявляет о своих приоритетах Или это частная инициатива Ну, не вполне адекватного молодого человека Я, конечно, не психиатр Но посмотрел несколько его видео Там абсолютно какие-то сумасшедшие глаза Дислексия Он такой вот, да Очень нестабильно выглядит, скажем так Но, опять же, я не психиатр Я могу ошибаться Это просто вот впечатление Что человек не вполне владеет собой И, возможно, это просто частная инициатива Нестабильного молодого человека Выдающегося за, значит, блогера И действующего от лица, значит, чуть ли не официально Там от лица Эр-Рияда Почему россиян держат в ливийской тюрьме? Я недавно приехал из Ливии И там действительно плохо Ливия, страна, которая еще недавно была топовым государством региона Куда люди отдыхать ездили Сегодня представляет из себя выжженное поле Руины, мусор повсюду Люди с мрачными лицами Никакой субординации в среде военных Никакой дисциплины Уважение друг к другу Уважение к журналистам, которые приехали Казалось бы, да, говорить правду о происходящем в стране С нами особо не контактировали Нас игнорировали Чего-то добиться там Это надо было пройти сквозь огонь и воду и медные трубы Для того, чтобы решить какие-то там минимальные вообще задачи Типа купить сим-карты для мобильной связи Полагаю, что мы были вот со стороны Бенгази Полагаю, что со стороны Триполи ситуация не лучшая И в этом контексте, в контексте бесконечной войны этой Грязи, шума, разгула боевиков, бандитизма Всевозможных повстанческих там группировок на юге и так далее Пропадают наши сограждане Два россиянина удерживаются сегодня в плену Ливийцами со стороны правительства национального согласия Со стороны Триполи Об этом стало известно недавно Хотя ребята сидят в плену уже давно Те, кто занимаются их вызволением Уже объяснили, почему информация скрывалась Дело в том, что долгие месяцы шли переговоры с ливийцами И ливийцы выдвинули свои условия Мол, мы вам отдадим завтра Да, там, иншаллах, они любят говорить Да, завтра, букра, иншаллах Вы только не шумите Ну, не надо придавать это огласке И мы, дабы не спугнуть Значит, ливийскую сторону Не шумели, об этом никто не знал Но сколько можно, да, там, питаться завтраками Люди сидят до сих пор В тюрьме Просто по надуманным каким-то обвинениям Якобы вмешательства в выборы Хотя там даже закона о выборах нет Понимаете? Вот их пытают Нам рассказали, что во время переговоров Ливийцы откровенно шантажировали Россию Вот российский МИД Требуя корректировки, да, позиции по Ливии Но наша позиция крайне миролюбива И абстрактно Мы не занимали чью-то сторону Мы наблюдали, выражали свою озабоченность Относительно происходящего Но не говорили, что мы за ту сторону официально Или за эту То есть о какой корректировке Какой позиции идет речь Соответственно, это уже походит на террористическую Такую, да, риторику На требования террористов А с террористами, как известно Переговоры не ведутся И как только Россия перестала реагировать на их шантаж Когда они поняли, что мы не поддадимся шантажу Тут же со стороны Туниса Въехали агенты ЦРУ Которые допрашивали граждан России Возможно, применяя пытки Опять же, я не знаю на сто процентов Но я допускаю такой вариант После этого сразу в ведущих СМИ Мировых СМИ Стали появляться вот эти вот яркие заголовки О том, что русские вмешиваются в выборы Понятно, это все очень хорошо проглатывается На фоне вот этих бесконечных обвинений в хакерстве ГРУ где-то чего-то, кого-то отравляют и прочее То есть почва-то она уже подготовлена И тут я хотел бы напомнить, что я много раз об этом говорил Я много раз говорил, что еще выстрелят Это же соломка, понимаете Это же благодатная почва На которой произрастет русофобское семя И впоследствии нас просто будут хватать Нас будут сажать, нас будут убивать, расстреливать И им ничего за это не будет Потому что ну а как же А Скрипалей же мы травили А вот там мы, значит, кого-то взломали А вот тут вот поймали якобы наших ГРУшников Сотрудников спецслужбы и так далее Вот и в данном случае это не социологи Причем ребята работают давно И власти, значит, ПНС, да, в Триполе Прекрасно знали, чем занимаются россияне Они занимались опросами, соцопросами И все В качестве причины, да Я вот пообщался с теми, кто занимается, опять же, Возволением россиян Спросил у них, а за что, чем они могли так провиниться Мне ответили, что один из опросов, да Очень не понравился властям Ну или даже тем бандитам, которые крышуют эти власти Результаты опросов показали, что ПНС, да Правительство национального согласия Во главе с Сараджем не поддерживается населением Там вот чуть более 3% населения высказались в поддержку Сараджа При этом Халифа Хафтар, фельдмаршал, да Со стороны Тобрука, да Который на сегодняшний день безуспешно, правда Предпринимает попытку взять Триполя Значит, он населением как раз-таки поддерживается Понимаете? На втором месте это сын покойного Муаммара Каддафи Сейф Алислам Его тоже поддерживают То есть, очевидно, беспристрастный опрос Двух независимых социологов показал Что люди устали от того, что творится в Триполи Люди готовы, значит, с аплодисментами принять на своей территории Фельдмаршала Халифу Хафтара Они его воспринимают как освободителя Люди ностальгируют по временам Муаммара Каддафи И я подозреваю, именно этим спровоцирован результат опроса Когда Сейф Алислама, сына Каддафи, тоже называют, значит, своим человеком Готовы за него проголосовать Это не понравилось, соответственно, их обвинили там в шпионаже В попытке вмешательства куда-то во что-то И они до сих пор сидят У нас нет, я так подозреваю, никаких рычагов давления Потому что дипломатия, апелляция к здравому смыслу К мировой общественности не действует На мой вопрос, а если план Б Если наши требования просто не будут учтены Если нас просто пошлют на три буквы, как это обычно бывает Мне сказали, да, план Б есть Но детали не раскрыли, к сожалению Я очень надеюсь, что ребят не будут долго мучить И мы как можно быстрее перейдем к этому плану Б